Школа прямой эфир, на чуть-чуть, буквально, да, что мы затравочками сделали. Я поприветствую, да, всех? Да, ну и вообще мы, в принципе, начнем с фандартной нашей встречи. У нас эта встреча в формате школы предусмотрена была изначально. Я очень рада, что приходят те, кто уже отучился. Вот, и Надюша, конечно, потрясающий эксперт, все сама про себя тоже расскажет. Я безумно рада, потому что человек, который, во-первых, занимается важным делом, да, помогает нам разобраться с внутренним, посредством питаниям, привычками и так далее. И плюс сама еще прошла колоссальную трансформацию, является живым примером, как работает школа, как вообще наше сообщество работает. Поэтому, дорогая, вы, вот, вот. Всем добрый день, здравствуйте, дорогие ученики, ученицы, мастерская стиля. Меня зовут Надежда Лимонова, я нутрициолог, консультант по здоровому образу жизни. Также по дополнительному образованию я хореограф и очень люблю такой комплексный подход в ведении всегда своих клиентов, потому что связано питание и вообще работа с телом. Также автор программ по коррекции веса. И да, на мастерскую стиля я пришла в 20-м году, осенью. Да, осенью в 20-м году. Я давно мечтала вообще работать со стилистом, у меня, знаете, было прям желание, я себе прописывала шопинг со стилистом. Но я думала, что это, ну, я приду просто красиво, стилист мне подберет образы, и я такая, уйду, как в этом фильме красотка, с сумками такая, довольная, счастливая, что у меня много образов. Но придя на мастерскую стиля, я поняла, что это такая глубокая работа вот с собой, с внутренними качествами. Это, оказывается, психология. То есть мы начали там разбираться вообще, кто я, что я хочу, какой я. Я даже никогда не задумывалась, а какое там впечатление я произвожу, ну, то есть внешне, как одежда влияет, да. Хотя в профессии я очень давно, вот уже более 9 лет, и практики много, и очень много результатов, и довольных клиентов, но вот как-то именно работы вот такой глубокой внутренней, да, со стилем никогда не было. Ну, обычно как, в магазин приходишь, ой, нравится, ой, возьму, да, потом, ой, ой, еще вот это возьму, ой, вот и пиджачок, и туфельки, а потом вроде в гардеробе куча вещей, а как их сочетать? А потом думаешь, опять, нечего одеть. Вот нечего одеть, постоянная проблема. На мастерской стиле я вообще узнала, что оказывается, что такое капсула. Вообще капсула есть, оказывается. Девчонка, ну, кто-то уже знает, а Лена еще, она подходит. Лена, ой, что возражу? Да, все оказывается так функционально, и сейчас я просто кайфую, обалдею от того вообще, как я подхожу к вещам. Гардероб поменялся, цветовая. Я хочу тебе комплимент сказать, я сегодня зашла, мне так понравилось именно сочетание кофты, да, как ты воротник сделала и украшение, и прям вот я не успела тебе что-то сказать, шикарно. Спасибо. Я работаю тоже с людьми, с женщинами, конечно, больше всего, и работаю я с питанием, да. И питание, это один из таких, знаете, способов вообще изменения себя, потому что когда женщина начинает задумываться, что я ем, почему я именно сейчас это хочу, она начинает задумываться о своем завтраке, и начинает уделять себе время на завтрак, она начинает вставать чуть-чуть пораньше, она себе, и причем, знаете, когда я смотрю тарелочки своих подопечных, девушек, они завтрак себе готовят, и так красиво, и прям для них это целый ритуал, приготовить себе завтрак, хотя раньше они вообще не обращали на это внимания, и они стали так красиво эти завтраки оформлять, да, и они тут, значит, и тарелочку себе красивую возьмут, надо же сфотографировать, мне же надо отправить, и они себе красивую тарелочку возьмут, да, да фотосчет, да, и значит, здесь и фруктик какой-нибудь, и ягодки, и орешки, и все это так чудесно, думаю, боже мой, какая красота, то есть биохимия, то есть состав, состав внутренний, состав физиология, гормоны, и вот какая-то идет перестройка, действительно, это не какая-то, это действительно все научно, когда меняется микрофлора кишечником, кишечник и мозг очень связаны, какое-то происходит просветление, многие говорят, женщины, говорят, и они так немножко оглядываясь, говорят, как я раньше, например, без этого жила, там, раньше я без завтрака уходила, да, на работу, раньше я вообще не задумывалась, что я на ужин ем, прибежала с работы, быстрее бутерброды наделала, все, как бы схомячила, и все, а тут вдруг какое-то к себе меняется реальное отношение, и питание, и какие-то новые рецепты, и проявляется творчество, вот, и, соответственно, когда меняешься ты, меняются вокруг тебя люди, и семья, к тебе заботишься, и члены семьи тоже начинают проявлять внимание, и отношения очень-очень сильно меняются, вот. Ты знаешь, это так все перекликается, конечно, с гардеробом, и вообще с тем, чем мы занимаемся на школе, очень сильно, но я уверена, что, во-первых, есть у каждого из вас вопросы конкретные, которые вы можете задать. Вчера в чате писали, что интересны вопросы коррекции веса, и питания, и взаимосвязи состояния кожи, вот, поэтому в первую очередь, наверное, я бы поговорила именно о питании и нашей коже, как это влияет вообще, да, и, конечно же, я бы хотела поговорить, так как сейчас такая ситуация немножко волнительная в мире, в России, то поговорить, как вообще мы можем снять стресс и тревожность с помощью каких-то очень простых, вообще простых вещей, вот, и сейчас, как никогда, нужно действительно обратить на себя внимание и заняться собой, своим телом и своим вот этим внутренним, да, состоянием, и в этом очень помогает нам режим, и вот питание, знаете, оно что делает? Оно нас как раз дисциплинирует. Кто-то говорит, мне очень сложно соблюдать питание, да, это, наверное, нужно постоянно об этом думать, надо готовить, надо там еще что-то, но на самом деле, когда у вас есть готовая программа, у вас есть какая-то структура, да, схема, вы по ней просто идете, это входит в вашу привычку, да, сначала, может быть, начинается какая-то ломка, потому что новая же привычка, убираются какие-то старые, рушатся шаблоны, но потом это приходит в просто, в обычный ритм жизни, вот, поэтому первое, что сейчас нам может помочь, это утренний ритуал, со стакана воды, с лимоном или нет, с лимоном или нет, это, знаете, лимон почему добавляется, лимон отчелачивает, наш организм, и выводит токсины, вот, поэтому, если повышенная кислотность, то можно просто обычную водичку, самое главное, начните вообще просто пить воду, вот, теплая или нет? Теплая, лучше теплая, потому что теплая вода, именно, улучшает желчаток, когда у нас хороший желчаток, то это сказывает на нашем состоянии кожи, на нашем настроении тоже, поэтому стакан воды, это как ритуал, действительно, с хорошими обязательно мыслями, потому что наши мысли передаются, да, даже есть техника такая, я очень люблю в своей работе, использовать комплексный подход, то есть, не просто питание, но и физическая нагрузка, но и образ жизни меня, и когда вы пьете воду, есть даже классная такая техника, вы можете наговорить аффирмации, то есть, какие-то, да, как-то нашептать себе, вот, какие-то хорошие положительные слова, там, я самая обаятельная, привлекательная, да, что еще нам с утра, обязательно какая-то нагрузка, это может быть зарядка, это может быть йога, это может быть просто какая-то гимнастика, вот я прям порадовалась, Алена купила себе этот ролик, она начала тоже заниматься. Мы с Надей зашли случайно в фамилию, и я, значит, увидела этот ролик с пупырышками, ну, кто видел меня в сторис, я вчера его показывала, он жесткий очень, я купила его, думаю, буду пробовать, у меня спина болит неимоверно, на нем катаешься просто, все хрустит, но я уже чувствую эффект, вот неделю я на нем катаюсь, у меня уже прям в спине намного легче, напряжение снимает просто на раз. Да, запускаем процессы все обменные, которые нужно. С утра, когда мы живем по определенным биологическим ритмам, циркадным ритмам, да, и вот ранний подъем в 6 утра, да, циркадные ритмы, то есть, суток, день, ночь, солнце, утром встает, вечером заходит, и вот смена вот этих ритмов суточных влияет на наш организм, то есть, с утра у нас одни процессы запускаются, вы замечали, да, с утра мы более активны, к вечеру, например, мы менее активны, ночью у нас тоже с организмом происходит, с утра у нас вырабатывается гормон стресса, по-другому активности, кортизол, да, отстраивать вас на день, которые будут снижать уровень стресса, да, зарядка, который тоже запустит, во-первых, обменные процессы, поможет вывести продукты распада из организма, да, по-другому, токсины, потому что мы все равно дышим с вами воздухом, пользуемся какой-то косметикой, да, то есть, понятно, что какие-то токсины поступают в наш организм, и нам с утра вот эта зарядка помогает, во-первых, проснуться нашему организму, клеткам, тело привести в тонус, снизить уровень вот этой тревожности, и ускорить метаболизм. Завтрак это ритуал, с 7 до 8, особенно в течение часа, как вы проснулись, если вы пропускаете завтрак, то в течение года вы можете набрать от 4 до 5 килограмм лишнего веса. Почему? Потому что завтрак вы пропустили, и организм, он так, он умный, то есть ему нужно добрать количество всех необходимых веществ, и это приводит к перееданию вечером. Поэтому заметьте, подумайте, многие говорят, я не могу завтракать, я там не люблю, еще что-то, да. Завтрак может быть легким, питательным, он не должен быть очень плотным, чтобы вы такие после завтрака ели, выходили из-за стола, да. Он должен просто накормить ваши клетки, и вы сами, может быть, не хотите, но ваши клетки, у нас их 100 триллионов, подумайте, и какие там процессы, это целая фабрика, что происходит с вашим организмом. И завтрак, он как раз, его задача, накормить ваши клетки, восполнить дефицит всех питательных веществ, и настроиться на день. Все, что делает завтрак. Углеводный завтрак, это, например, кофе с круассаном, да, что делает? Ученые доказали, что люди, кто завтракает углеводы, они более подвержены стрессам, они менее, у них хуже концентрация внимания, какая-то, знаете, рассеянность, и энергия к 11-12 часам, они чувствуют упадок, то есть энергия, спад. Вы чем завтракаете, Елена? И завтракаете, Лива, вообще? Да, да, завтрак есть, это блинчики, это, может быть, броды, яичница, ну, кофе обязательно. Кофе обязательно, как ритуал, хорошо. Катя? Да. У нас сейчас бывает яичница, конечно, геркулес, каша, и стараюсь добавлять фрукты, бананы, например, в кашу. Да, если вспомню, положу тыквенные семечки. Хорошо. Потому что они вроде всегда под рукой, когда я делаю салат на обед, я уже на автомате их беру и добавляю, если их нет, уже не салат, ну, то есть, не салат, и там, кунжутные семечки, а вот на завтрак еще такого не было. А раньше такого не было, да, Катя? Не было, вообще не знала, что он существует. Ну, что так вот. Просто Катя была на программе, Катя была на программе сопровождения, поэтому у нее уже завтрак уже сбалансированный. На самом деле, я думаю, что да, всегда, когда тебе специалист точечно говорит, что конкретно нужно добавлять, вот, изменился. То есть, нарастительная, да, лактозная? Да, нарастительная и безлактозная, потому что молочные продукты, тут нужно индивидуально, конечно, смотреть, но молочные продукты могут вызывать отечность, поэтому, да, у нас в Кате был тоже запрос определенный, нужно было поменять вообще привычки питания, и да, на это нужно, уходит время, то есть сначала, почему нам хочется иногда, там, например, запрещенки, как говорится, да, там, жареные картошки какой-нибудь, я не знаю, еще что-то, пирожные, потому что не хватает питательных элементов в организме, питательных веществ, и мы пытаемся с каким-то разнообразием вкусов, вот, получить, восполнить, да, поэтому завтрак желательно в определенное время, вот именно с утра, с 7 до 8, это идеально, конечно, ну, пусть это будет не позднее 8, чтобы пищеварить, в самый активный момент пищеварительной системы, тогда все как нужно, обеденное время для усвоения питательных веществ, это 13.00, и уже где-то к 17.00 у нас уменьшается выработка, вот как раз кортизола, снижается немножко работоспособность, и вот здесь дополнительный прием белковой пищи, в 16.00-17.00, дает нам такое, знаете, подзаправку, такое топливо, не углеводы, а именно белковый какой-то продукт, белок, да, вот в этот прием, время нам даст дополнительную такую энергию, белок долго насыщает наш организм, продлевает чувство сытости, и это прививка от сладких качелей вечером, чтобы не захотелось там вечером пироженка какой-нибудь съесть, да, и легкий ужин, желательно без углеводов, потому что углеводы, они опять же дают раскачку энергии, вечером нам это не нужно, нам нужно хорошо подготовиться уже ко сну, и в 19.00-19.00 потихонечку начинает вырабатываться мелатонин, знаете, что это такое? Гормон сна. Гормон молодости, да, гормон сна, и предшественник мелатонина, это гормон серотонин, это гормон удовольствия, радости, творчества, и, конечно же, очень важно, чтобы они у нас работали в таком вальсе определенном, да, как раз обработка всей информации, все, что мы вот за день с вами получили, сейчас огромный поток информации, всевозможный, да, и с 22.00 до 2.00 часов ночи мозг начинает эту информацию, во-первых, обрабатывать, во-вторых, запускаются вот эти вот процессы анти-эйдж, и вырабатывается вот этот гормон молодости, если мы хотим с утра просыпаться отдохнувшими, если мы хотим с утра просыпаться в хорошем настроении, быть активными, то очень важно ложиться в 22.00, но не позднее 23.00. Да, возможно сложно, но здесь могут помочь продукты определенные, которые богаты трептофаном, чтобы вот этот мелатонин вырабатывался, это раз. Так, скажи, пожалуйста, сразу, что это за продукты, что это? Продукты, богатые трептофаном, трептофан это аминокислота, которая должна поступать в наш организм, в пище, то есть есть какие-то вещества, которые вырабатываются в нашем организме, есть, которые должны поступать, и ведь мы не всегда думаем, когда мы едим, что мы едим-то, мы сегодня получили необходимое для строительства нашего дома, как вы помните, у поросят, один из соломы, вот какой мы с вами дом этот строим, вот, поэтому трептофан это аминокислота, которая способствует выработке как раз мелатонина, за час, за два часа до сна не пользуемся плачетами, телефонами, и спать нужно в полной темноте, раньше, когда я смотрела американские фильмы, они там в этих масках, боже мой, ерунда какая-то вообще, русский человек, чтобы спал в маске, что это такое? на голову шапочки, чтобы прическа не портел. Нет, вот именно вот эта маска, думаю, зачем, то есть, ну, закрой глаза, все же хорошо, вроде как спишь, оказывается, вот там, понимаете, люди-то грамотные, более продвинутые, чем мы. Да, оказывается, как раз, когда поступает луч света, да, какой-то там, не знаю, щелочки, или там ночничок какой-нибудь, попадает луч света на зрачок, все, в мозг поступает сигнал, и мелатонин не будет вырабатываться, поэтому многие, возможно, у вас, может быть, есть такая проблема, просыпаются утром не отдохнувшими, разбитыми, уже уставшими, уже какими-то, ну, в общем, все, не с той ноги встали, поэтому 18.00 лучше уже не употреблять напитки, черный чай, зеленый, все, что содержит кофеин, это может быть иван-чай, ромашковый чай, липовый, мелиса, мята, вот, вот эти простые советы уже помогут вам засыпать хорошо и справляться вот со стрессом, снимать вот эту тревожность, понимаете, потому что отдохнувшая, довольная, отдохнувшая женщина, это еще редко сейчас, спокойная, эмоционально спокойная, понимаете, мы почему реагируем на многие вещи, потому что мы не выспались, у нас высокий кортизол, мы не отдохнули, все, и мы, все зависит от того, в каком состоянии, ну пробка, но если опять же я спокойная, ну пробка и пробка, а если мы все уже себя накрутили, все, поэтому и магний, девочки, на ночь, тоже, то же, ты имеешь витамины? Да, магний в таблетках, как добавка, на ночь, обязательно, это сейчас просто магний, витамины группы В, витамины группы Д, и омега-3, это мастхевы, сейчас просто для нашего времени, магний как можно внутрь, так можно в виде минеральной воды, с магнием, например, донат, у нас есть такая вода, также можно принимать ванну с солью, с магнием, я могу рецепт скинуть в группу, обязательно, обязательно, то есть берем морскую соль, потому что соль тоже напитывает наше тело, вот эта морская соль необходимыми солями, микроэлементами, и плюс мы туда добавляем ампулу магния в аптеке покупаем, и все, и ложимся, и релаксируемся минут на 15. Значит, еще разное, а магний, если мы в ванну, то мы в ампулах, мы можем добавлять, если в добавках, то, что ты сказала, если это все нужно отдельно, да, если вы ванну принимаете с магнием, то уже таблетки с магнием не принимаем, да, а вот ты сказала, магний, D, магний бывает в комплексе с витамином B6, вот, вот это вот лучше вам взять, да, лучше в комплексе с витамином B6, ага, окей, я лишь как-то о себе позаботюсь, зарядка утренняя, магний на ночь, прогулки, вот, 10 тысяч шагов, 5 тысяч шагов, не важно, но именно такой интенсивной прогулки хорошей, тоже помогает справляться с стрессом, потому что запускаются все процессы, дыхание, сосуды лучше работают, сердце снабжается лучше кислородом, потому что когда мы сидим, это же вообще для нас, для людей, это неестественная поза, сидим, кровь у нас поступает снизу, вверх, да, и когда мы сидим, все, мы зажимаем просто, и органы малого таза, поэтому периодически нужно вставать, и делать легкие какие-то разминки, пятнадцатиминутные хотя бы, это очень важно, ходить больше, двигаться, танцевать, я обожаю, я занималась с детства танцами, я хореограф, и, да, у нас есть утренний клуб, который работает каждый день с 7 до 8 утра, в нашем сообществе, в нашем утреннем клубе, мы делаем как раз зарядку, мы общаемся, мы разговариваем на разные темы, каждый день такой настрой на день с 7 до 8 утра, клуб сейчас для всех мы открыли, открыли двери, потому что как никогда людям нужно вот это позитивное общение, настрой правильный, потому что чаще всего, когда вы утром просыпаетесь, что вы делаете? Я не новости читаю, сразу скажу, что новости, например, я из своей жизни вообще все исключила, ни на ютубе, ни в инстаграме, ни в тиктоке, я просто их пролистила, потому что меня они так уже достали, это принципиально, а я лезу там свои сообщения какие-то проверять еще. Понятно, но классно, когда вы с утра только проснулись, и это такой себе сделать настрой на день. Настрой. Это по инстаграму есть или какая-то другая струк? Нет, это у нас онлайн-клуб здорового образа жизни. Девочки классные, там, да, я как раз... Алена была у нас гость, гости, да, экспертом приглашенным. Замечательные девчонки. Онлайн-клуб Life у нас называется, работает он каждый день, по будням с 7 до 8 утра, а в воскресенье с 8 до 9 утра. Проходит он на площадке Zoom, вы можете с включенной камерой находиться, можете, если вы едете, например, на работу, с выключенной камерой. Каждый день настрой на день, зарядка, два раза в неделю гимнастика для глаз, вдохновляющие истории, ежедневно какая-то тема, это посвященная и питанию, и физической активности. Суббота, это всегда женский день, фейс-фитнес, кулинарные мастер-классы, ну и, конечно же, общение в кругу единомышленников. Это какое-то недопустимо, но раньше я вообще не болела, то есть не было вообще такого. То есть что иммунитет? Это, во-первых, кишечник, чтобы не было сладкого там, чтобы было просление. Да, 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 да. Продукты, которые вызывают как раз воспаление, это рафинированные все продукты. Почему мы сразу, да, я говорила, убираем из рациона вот это рафинированные все продукты, кексики, вот это все белый хлеб. Помнишь, мы заменяли, да, на именно цельнозерновые все продукты. То есть продукты, которые вызывают воспаление, это, во-первых, все колбасные, вот из переработанного красного мяса, сосиски, колбасы, все вот эти карбонаты, что там еще, да, то есть все вот эти полуфабрикаты, это раз. Второе, это как раз рафинированные продукты, рафинированный сахар. Третье, транжиры, майонезы, соусы, маргарины, вот это все, да. Это вот те продукты, которые нужно. Глютен можно тоже посмотреть и на месяц убрать и посмотреть, как работает кишечник. Ну и дефициты, дефициты по витаминам. Контроль витамина D обязательно нужно. Витамины, микроэлементы, которые укрепляют иммунитет, это цинк обязательно, селен, антиоксиданты, витамин С, витамин D3. Вот знаешь, заняться именно восстановлением слизистой ЖКТ, для этого есть программа питания специальной, где убираются, ну вот хотя бы без молока, без глютена, без сахара, да, на какое-то время это убирается, для того, чтобы и добавляются в рацион пищевые волокна, пребиотики, пробиотики, чтобы вот наладить слизистую кишечника. Слизистую наладили, потом уже дополнительно выстраиваем, достраиваем какие-то, знаете, как вот пирамидка есть, одно колечко одели, другое колечко, вот так вот насаживается постепенно, постепенно, и проходит 3 месяца, о, смотрим, хорошая динамика, еще 3 месяца, о, хорошая динамика, но все, насколько мы будем вот это полномерно работать, да, постепенно, поэтому минус 15 срочно за 1 месяц, я не люблю такой подход, вот, и белок, белок это прям строительный материал, если у вас нарушена микрофлора кишечника, если вы недостаточно кушаете белка, белок это... Какой вот, Надюш, скажи мне, вот, кстати, вопрос сразу, да, ладно, мужик вопросов, он нормально по времени пишет, а растительные и животные, есть ли разница, и как вообще, что выбрать? Есть разница, растительные и животные, белок считается полноценным, то есть есть полноценные и неполноценные белки, все зависит от состава, вот есть, например, вот кофточка у меня, да, она состоит там, и что, 50% лайкры, там 20% вискоза, и там, сколько там, еще, сколько еще какой-нибудь там, да, вот, то же самое, белок, он состоит из определенных аминокислот, это такие, знаете, вещества, которые транспортеры, их там, такси называют, которые доставляют все питательные вещества к нашим клеточкам, я очень часто буду обращаться к клетке, к клетке, к клетке, потому что, вот действительно, мы многоклеточные существа, и у нас огромное количество клеток, и они постоянно у нас обновляются, и почему происходит процессы старения, почему ранняя седина, почему ранние морщины, заболевания, там говорят, ой, помолодел там инсульт, ой, там еще что-то, да, почему заболевания молодеют, потому что, вот, преждевременный процесс, процесс именно старения, а старение происходит от обезвоживания, от нехватки белка и нарушения микрофлоры, всех необходимых аминокислот, они, это, это, это виды мяса, да, птица, это рыба, рыба, морепродукты, яйца, творог, то есть молочный, творог, сыр, кисломолочные продукты, это животный белок, да, он, но надо понимать, что животный белок, он тоже усваивается не на 100%, и все зависит от пищеварения, пищеварения, да, и как его, то есть то, что вы съели, например, на обед, жареный стейк свинины, да, просто, еще не говорит, что вы там получили полезный, ну, то есть у вас все это усвоится, да, например, белок надо обязательно есть с достаточным количеством клетчатки, понимаете, с чем этот белок сочетает, чтобы он усвоился. Да, 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 вот, и, конечно, лучше использовать постное мясо, очень хорошо, там, телятина молодая, да, хорошо, индейка, птица, прекрасно, домашняя, вот, очень легко усваивается яичный белок, прям, прекрасно, вот, ну, с молочными продуктами нужно смотреть, то есть они, если вечером, я их не рекомендую, они могут вызывать вот такую отечность, пастозность, целлюлит, вот, такие вот бугорки, все, вот, поэтому... Когда их лучше, в утреннее, в обеденное время? Лучше, например, до обеда, до обеда, да. А растительные? Растительные, это чечевица, все бобовые, нут, нут, чечевица, горох, марш, орехи, фасоль, да, фасоль тяжеловато усваивается, очень хорошо усваивается, нут, нут, он очень близок, очень схож по аминокислотам, животному составу, именно к животному белку, поэтому, кто вот сейчас, например, держит Великий пост, отлично добавлять нут, салаты, хумус, израильское блюдо, да, очень вкусное, даже из нута пекут лепешки, делают какие-то котлетки, еще конфетки мы даже делали, я даже торт из нута пекла, но я сделаю, у меня девочка знакомая, она вот, время у нее есть на это, но я очень люблю нут, просто обожаю. А вот этот нут, ты обычно как, его замачиваешь? Да, все вообще крупы нужно замачивать, орехи и бобовые, обязательно нужно замачивать, таким образом, просто они будут лучше усваиваться, меньше давать вот это вздутие, брожение, но, если у вас нормальный состав микробиома, микрофлора кишечника, то все эти бобовые прекрасно усваиваются, и не вызывают ни вздутия, ни брожения, ни каких-то неприятных последствий. Опять же, надо пробовать, я думаю, индивидуально, у каждого будет свое, ну, предпочтение. И лучше животный белок на обед, а растительный на ужин. Да, и на ужин вообще легкий белок, такой, как, например, птица, рыба и морепродукты, идеально, там, кальмары, у них очень хороший состав, креветки, прекрасный, можно... Не приготовила кальмарам. Не приготовила? Не могу к нему подступить. Никак. Вот это же тоже, да, вот это как Алена нас учат, говорит, вы же вот одни бы те же магазины ходим, да, вот ходим и ходим постоянно. и, и так же мы вот, да, вот не знаем, блин, как этот кальмар приготовить, и все, надо же просто приготовить. Надюш, я не готова, а тут я сейчас тоже себе начну, так, давай-ка что-нибудь новенькое. То есть, я сохраняю рецепты, себя открываю, и так, ага, сегодня вот это, я его, допустим, не делаю, это блюдо, я просто каждый день что-то пробую. Прикольно получается, на самом деле, ты понимаешь, что... Даже просто смешать две крупы, например, гречку и киноа, например, смешать две крупы и приготовить гарнир. Во-первых, киноа там содержит достаточное количество тоже растить, это растительный белок, злаковая культура, но в ней очень много белка, очень много питательных веществ, в гречке тоже много, это вообще кладезь, это зожная каша, просто. Уже смешали две крупы, уже, во-первых, у вас на тарелке более богатый состав, да, и какое-то новое сочетание. Булгурский, киноа я обожаю. Добавили какие-то овощи и прекрасно. Ну вот аналогично, это просимулировано пойти к вам за советами, за сопровождением, потому что я понимаю, что вот Никита подрастает, там Маша, а чем мы их кормим? Ну то есть ладно, там сами там, как-то там, вроде бы правильно питаемся, а дети? И вот даже сейчас у него идет, как прикормишь, у него общий стол, я в каше добавляю овощи, то есть у меня уше ей там мясо, овощи, каша, он кушает. Как бы раньше там только каша, только какие-то овощи, раньше Маше давала, я не понимала, а так у него уже три зуба выросли, а Маша только в 10 месяцев зуб первый выросли. Я думаю, что это связано с питанием. Конечно, ну и... Катя, и вы же тоже кормите, и вы же питание-то все равно поменяли. Ну да, ну на сколько процентов? На 30? На 50? Ну, на 50 точно есть. Супер! Я даже всегда говорю, что если вы из программ питания на 30% в начале пути поменяете свое питание, это уже будет хорошо. Я же тоже гардероб, например, когда к Алене пришла, первые полгода у меня вообще как бы еще такое трень-брень, да? Еще все равно то в джинсах каких-то приду, ну то есть еще все равно, да, вроде вроде пиджак купила там как-то, но не сразу поменялся гардероб. Нет, это все не сразу делали. Год у меня, вот, год. Я всем уговорю, год это как минимум вы будете перестраиваться, и с питанием то же самое. Я вот скомбинировала. Лена, какие у вас вопросы? Моя терапия это час-два, и вот ты понимаешь, что я после трех я уже расступать хочу, особенно когда-то покушала, мне такая слабая, мне такая, вот этого момента мне не хватает, чтобы, ну, поработать вечером, то есть считаете, что у меня пошло на смартфон, вот, то есть это полежать, это как бы, после обеда и вот именно... После трех я начала замечать, что это все от дыха, от... Да, это вот как раз вот к четырем часам у нас вот немножечко примерно снижается работоспособность, и очень важно, что мы на обед кушали, то есть если на обед, например, углеводы были, да, то вот у нас после обеда может вот такой немножко в сон, вот, надо посмотреть еще, есть ли, например, инсулинорезистентность, какой завтрак у вас был, а был ли у вас между завтраком и обедом, какой-то перекус, а достаточно ли вы жиров получаете, например, в рационе, и в этот момент в четыре часа это может быть какой-нибудь белковый продукт, это можно добавить такие, ну, специальные добавки, как, например, витамины группы В, которые будут нас, да, подбодривать, это может быть какой-то напиток бодрящий, это может быть, например, какао, какао вообще такой энергетический напиток, кстати, с утра чашка какао и с добавлением немножечко масла топленого кхи, именно кхи масла, чуть-чуть там, прям буквально, вот этот очень такой тонизирующий напиток, содержит и магний, и белок, и микроэлементы необходимые, и правильные жиры, которые вот прям добавляют нам энергии, вот в этот момент тоже можно отмерть чашку какао выпить, почувствуете себя лучше. интуитивно, у ребенка есть это какао, и говорит, Полина, будешь какао, пусть я сама кофе пью, а тут какао, у нее прям сама кончится, вот, 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 и прям я наставила, выпей, да, только какао не Несквик, там, не Чука какой-нибудь, где сахар есть, вот, а лучше, вот, там, российский, если какой-то найдете прям хороший, турецкий, вот, да, да, очень хороший какао, прям густой такой сделать, добавить туда, например, кокосовые сливки или кокосовое молоко, и вот чуть-чуть можно корицы, например. У меня реально первые полгода был шок, потому что их продукты, они настолько насыщены вот этими канцерогенами, сахаром, то есть то, что к нам тоже приехало, и то, что мы сейчас потребляем по факту, это невозможно было, девочки, я ела, я помню, что я прям конвалировала свое питание, и то, меня разносило, я, мне кажется, килограмм 10 прибавила, просто не глядя, не поняла, откуда они едутся. Сейчас они уже ходят, Макдональдс и ходят, и пусть они ходят. И я хочу сказать, что сейчас, смотрите, особенно, когда карантин начался, тоже люди куда кинулись, то есть просто добрать углеводами, то есть накупили муки, накупили муки, накупили сахар и давай печь, готовить, вот это все. То есть пытаются углеводами просто, знаете, компенсировать, просто, как забить, да, забить просто, наполнить, типа, но питательной ценности очень мало. Может быть, вы замечали, пирожок съели, через полчаса есть опять охота. Ну, то есть, ну, не через полчаса, то есть, насыщения нет. Вот есть, например, инсулинорезистентность, там, рекомендуют, там еще какие-то, да, но некоторым это не нужно, то есть, некоторым нужно, наоборот, разогнать метаболизм с помощью дробного питания. Самый хороший способ интервального голодания, это легкий ужин, ранний ужин, без углеводов, 18.00, и лечь спать в 23.00, и утром вы просыпаетесь, и 8 часов завтрак. Вот у вас сколько там часов интервального голодания, за ночь, как раз, ну, лучше всего, последний прием пищи за 3 часа до сна, да, и вот вы 18.00 покушали, хорошая порция салата, там много зелени, белок легкий, да, травяной напиточек, выпили, ванну приняли, с магнием, легли спать, супер, как раз у вас очищается весь организм, кишечник, токсины, все это уходит, в общем, супер просто, это самое идеальное, вы открываете свой ежедневник, вы видите, у вас встреча, и вы назначаете так, и понимаете, что так, в 13.00 у вас уже прописан обед, у вас прописан ужин, если вы запланировали, значит, вы это время для себя выделили, если вы не запланировали время на обед, его не будет, кто-нибудь склинится, вам позвонят, срочно скажут, надо встретиться, срочно надо выйти в Zoom, еще что-нибудь, там куча всяких дел, это вот... Мне понравилось, я в последнее время, мне пытались встречу назначить на наш вторник, на 12.00, говорю, не-не-не, у меня вторник занят. Вот, вот, это последнее время. Да, да, и так же, а почему тогда мы вот, к своему питанию так вот... Понимаешь, на самом деле, это реально все про приоритет. Да. Я точно сейчас понимаю. Также, когда вы мне говорите, что там у меня не было времени, еще что-то, девочки, это наш приоритет, поставить себя сюда. Если вот, вам надо было здесь сегодня быть и послушать, и задать вопросы, вы здесь. Если вам надо поужинать в 5 часов, да, вы поужинаете в 5 часов, но все остальное, это реально тупые отмазки. Причем, мы сами себя обманываем. Вот реально. Вот мы сами себе вот какаем сверху, и вот это оптика. У меня уже дети даже настолько привыкли, что если мы, например, куда-то едем, они сразу такие, а так, вот мы там в кино, а там же потом ужин, мам, надо же поужинать, я говорю, ну, конечно, или там, мы же уже проголодаемся, уже время обеда, то есть они уже к этому привыкли. Я, например, если я еду в торговый центр и понимаю, что там я часа 2 здесь буду, да, на шопинге, вот, я захожу куда-то, обедаю спокойно, то есть, а уж когда я... А что там, в 3 самых простых шага, да, что сейчас там можно начать делать, или там 1-2, ну, то есть, вот, знаешь, по чуть-чуть внедрять, что бы ты порекомендовала? Завтрак, в одно и то же время стараться, чтобы завтрак был обязательно полноценный, сбалансированный, чтобы был и белок, и сложные углеводы, и обязательно, почему вот Катя сказала про банан, сладкие вкусы, да, вот с утра, ну, до 15.00, это время, когда мы можем съесть углеводы, даже позволить себе десерт в первой половине дня, да, не каждый день, конечно, вот, и с утра сладкие вкусы, ягоды, бананы, да, помогут нам предупредить тягу к сладкому в течение дня, вот, сладкие вкусы, они могут с утра немножко зарядить, поэтому фрукты могут добыть, это орешки, это орешки, это яйцо, омлет, может быть, сыр, вот, это соблюдать водно-питьевой режим, потому что иногда нам хочется есть, а нам кажется пить, на самом деле, да, и вот завести свою персональную бутылку, лучше, чтобы она была, конечно, стеклянная, это в идеале, потому что пластик, он может быть токсичный, вот пластиковые бутылки, которые продается, вода, особенно при нагревании, вот эти вот фенолы могут выделяться в воду, поэтому персональная бутылка, чем хорошо, что вот она у вас всегда, про нее не забудете, но в то же время, когда вы забыли, зашли в магазин, всегда можно тоже купить воду, то есть вода всегда под рукой, это прям очень хорошо, теплая вода, правильно вы сказали, теплая вода, тоже она так немножко приглушает голод, запускает пищеварение, улучшает желчаток, то есть это водно-питьевой режим, ну и начните с легкого ужина без углевода, уберите с ужина картошечку жареную, там я не знаю, я просто не знаю ваш рацион, как у вас, ну просто обычно спрашиваю, и какой у нас чаще всего ритм у женщин, то есть с утра пропустили завтрак, или где-нибудь завтрак на ходу, или просто чашка кофе, а да, и там в обед опять что-нибудь, ну и соответственно, вечером пришли, и давай доставать пельмени, вареники, ну что побыстрее, готовить некогда, просто сэндвичи, ну и вот это чаще всего такая проблема, вот, легкие, быстрые рецепты, которые, ну вот вы пришли, и за 15, за 20 минут приготовили, в принципе, бюджет, бюджет, вот это вот все, бюджет, да, смотрите, очень много в магазине тоже маркетинговых всяких уловок, то есть очень вот эта яркая упаковка, и, например, там без сахара, там еще что-то, да, то есть ПП, полезные продукты, там диетические, что-нибудь, иногда мы на эту уловку, те же там сироп агавы какой-нибудь, который там стоит 600 рублей, или кленовый сироп, на самом деле это все такое, себе, особой пользы нет, и все эти, например, дорогущие какие-то печенюшки, какие-то хлебцы, они тоже могут содержать там и пальмовое масло, и, например, дрожжи могут быть содержать, и скрытый сахар какой-нибудь подсластитель, но не очень полезный, поэтому не надо на это кидаться, это раз, второе, значит, полезно и не полезно, смотрите, можно, например, обычную манку заменить, например, на кукурузную, она в принципе по деньгам, то же самое, Катя вот, да, покупала, по-моему, я еще не села пересчитывать, я почему пошла к надежде, я тоже пюджетом замыла, именно нужно было бюджетное питание как-то организовать, вот, ну, как бы не пересчитала, но все равно мы еще стали покупать всего остального, усорной еды, да, вот это всего хлеба, булочек, то, что вообще не дешево стоит, там одна булочка 50 рублей, так, это манка кукурузная, еще если по скидке, то нормальная цена, да, то есть много больше раньше, вот, например, не замечать, а сколько вы тратите денег на всякие конфеты, может быть, к чаю, да, они же тоже не дешевые, вот, потом можно, мука обычная, белая и цельнозерновая, тоже у них цена одинаковая, потом рыба, например, есть скумбрия, в ней полезные жиры содержатся, и лосось, по составу они практически одинаковые, но скумбрия подешевле, там, да, поскольку в три раза, наверное, а морская капуста содержит омегу, не покупайте авокадо, можете купить, например, морскую капусту, или, знаешь, я стала заменять орехи, буквально 100 грамм, берешь эти грецкие, грецкие, миндаль, очень хорошо, да, вот, также можно оливковое, льняное масло, льняное масло, льняное семя, замочили вечером, две столовые ложки, например, да, и с утра вы можете добавить в ту же кашу себе, тыквенные семечки, семена подсолнечника, но все не обжаренное, это тоже такое, знаете, суперфуд, для нашего организма, вот, зелень, всевозможная тоже, и не покупайте, эту, московский там салат, или какой-то зелень, капуста белокочанная, квашеная капуста, и зелень, петрушка, укроп, причем, я очень люблю замороженные овощи, замороженные овощи, они были собраны в сезон, и они сохраняют в себе питательные все вещества, старайтесь только, чтобы шоковые заморозки, чтобы не было на них много льда, вот, прекрасно, брокколи, замечательно просто, брюссельская капуста, все, что зеленая, стручковая фасоль, ужин прекрасный, за 5 минут, берете, сковородку мажете оливковым маслом, или топленым, стручковую фасоль, пол пачки, высыпаете, протушилась, хотите, чесночок добавляйте, взбиваете 2 яйца, 100 мл воды, залили стручковую фасоль, ужин готов. Я все-таки перехожу на здоровое питание, или такое, которое мне действительно, оно комфортно, я просто беру, пишу список, что мне нужно, я еду раз в неделю, покупаю это, то есть, не каждый день по чуть-чуть, потому что каждый день по чуть-чуть, я набираю вот так вот ничего, на 500, на 1000, просто. Я на программе питания, как раз, составляю список, список, и прям вот, отдельно, источники белка, отдельно, источники углеводов, да, для салатов, что нам нужно, да, вот с Катей мы составляю пищевую корзину, получается, по воскресеньям шла практически закупка, где-то, да? Ну да, хотя там в пятницу, в четверг, да, и на неделю, то есть, уже исходя вот из этого списка, что нужно, да, и всегда, чтобы дома, я всегда говорила тоже, чтобы дома были несколько, там, 3-4 крупы, ну, 3-3 хотя бы крупы разные, например, там, гречневое, пшено и кино, например, да, чтобы миксовать, белок, чтобы в холодильнике было, например, телятина и курица, яйца, чтобы обязательно были, и всевозможные зелени, овощи, и все, у вас всегда в холодильнике есть, что поесть, крупы есть, источники, да, мне благодаря этому рациону, развитой и так далее, мне кажется, что мы потеряли многие навыки, опять-таки, работать с собой, чувствование себя, тела, там, да, своей семьи, то есть, вот этот навык, да, элементарный, там, какой-то, гигиена, там, работы, там, со своим гардеробом, то есть, нам его сейчас как раз и нужно в себе воспитать, чтобы дальше не быть зависимыми, там, ни от врачей, ни от стилистов, ни от того, что нам в журнале показали и так далее, то есть, мы действительно себя еще должны понять, и этими навыками обладать, не просто, что они у вас там где-то в телефоне, в картинках, а вы умеете с этим работать, и тогда вам уже, извините, внешние изменения, но они, по сути, будут вообще не важны, вы, что здесь, что в другом городе, что в другой стране, вы сможете себя сразу подать. Навык стилиста, я сейчас вообще понимаю, что особенно сейчас, да, какие-то бренды уходят у нас, то есть, вообще, то есть, я поняла, что можно вообще одеваться классно, и недорого, и стильно, и как-то выделяться среди вот этого потока, и серости, вот, и яркими аксессуарами, то есть, это все, это навык на всю оставшую жизнь, то есть, я инвестировала в мастерскую стиля, прошла обучение, и все это на всю жизнь. А можно бесконечно ходить на шокинг с стилистом, то есть, и работать. То же самое, то есть, можно бесконечно ходить к врачам, нутрициологам, на консультации, терапевтам, клорам, а можно просто, вот, например, поработать, ну, как мы, да, то есть, у меня есть программа именно сопровождения, то есть, определяем точку А, что хотим, и составляется программа под запрос, срок этой программы без, бессрочный, пять месяцев можно выполнять, и всю жизнь, просто так питаетесь, и все, у вас все навыки есть, то есть, в процессе я обучаю, как выбирать продукты, как пищевую корзину составлять, как себе комбинировать обед, кстати, я подготовила для вас гайд, как раз, конструктор обеда, на обед, то есть, как составить себе, по чуть-чуть внедрять, по чуть-чуть менять, да, ну, и интересно, и правильно, как оказалось, и важно, да, вот, поэтому, да, в какие моменты, супер, попробуйте, правда, хотя бы что-то начать менять, в питании, в том числе, вот, ну, и Надя, в любом случае, у нас, и в чате, и в доступе, и вы можете всегда написать, и прийти на консультацию, поэтому, ну, правда, воспользуйтесь этой возможностью, супер, да, мне интереснее, к идее, да, я давно хотела, да, питание очень важно, это основное, девчонки, реально, одежду мы можем еще, как бы, скорректировать, все, как надо показать, но самочувствие и питание, ну, то есть, то, как мы реально себя ощущаем, это, это не, не сыграешь никак, внешнее и внутреннее, всегда вместе, в комплексе, да, диагностическая консультация, первое мне бесплатное, можно будет, вот, можете с Владей записаться, да, можно будет записаться, я могу составить программу питания, Катя брала программу питания, и сопровождение, вот, потому что, нужна была помощь, понимание составления, до 2 месяца мы будем. Наше все, как мы питаемся, так у нас все дальше идет, поэтому, девчонки, я рада, что вы пришли, пообщались с Надей сегодня, да, пишите комментарии, свои отзывы, в чат, да, чтобы мотивировать других. также свой аккаунт, там лучше, да? Спасибо.